Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Еленочка, да? Еленочка живет на Петровке. Вы живете одна, да? Я живу со жителем, у меня он за мной ухаживает. Скажите, Еленочка, а вы вот сейчас живете в квартире? Это я квартиру добивалась для детей. Меня хотят ее отобрать. Но я не даю, потому что это детям я добивалась. У меня дети маленькие, в интернат их забрали. А что у вас случилось? У меня ремоторный антрит. Меня не вылечили. Мне сделали из меня инвалидом. Я могла ходить. Я ходила раньше, бегала, как... Детки были возле нее. Были возле меня. Меня забрали детей, потому что я не стала ходить. Меня сделали калеку. В 14-ю больницу положили. И лекарство Юра говорит, что мой муж, я считаю его мужем, потому что мы прошли уже 15 лет с ним. Я родила 4 детей ему. И попала, извините, в это... И попала в больницу в 14-ю. Там, где сердечники. У меня не сердечница. У меня суставы болели. У меня вот тут вот начала только болеть. Вот тут. Болела сильно. Меня отвезли в 14-ю. Везите меня где суставы. Они меня не повезли. Они повезли меня с вертечником. И так и не повезли. А Юра сказал, его мужем зовут Юра. Он сказал, что запрятали лекарства все. Мне лекарства не дали. Он выпрашивал. Ну, что ездил добивался за лекарства. Они спрятали в подвале. Мне не выдали те лекарства. Это котята мои. Не пускай там закрыты будут. Они будут вам мешать. И что потом произошло? Они не выдали те лекарства. Они спрятали и продали. И деклофинаком не одним к деклофинаком и от желудка отдавали. И давали лекарства. И все. Ну, месяц пролежало. И Юре сказали, забирай ее домой. Мы ее вылечили. Типа как вылечили. И все. И потом вас крутило. И он стал меня за мной ухаживать. А потом прислали с райисполкома. Прислали мне каких-то с базару людей. Я Юре говорю, Юра, я не смогу без тебя. Ты меня кормишь. Ты мне помогаешь. Как-то меня поддерживаешь. Они его выгнали. Искали документы мои с квартиры. А мне же не выдали документы. Я в райисполкомном районе стояла на очереди. На квартиру. Мне их не выдали. Сказали, езжайте в ЖИК, в Петровске, там получите ордер. Мне так его не выдали. Поставили печать и ключи. Все. Мне должны были ордер выдать на квартиру. А мне его не выдали. Пришлось в прокуратуру ехать заявление писать. А что делать? И ничего даже не слышно. Ничего не знаю, что там. Ну, сегодня мы приехали вас проведать. Привезли здесь наш продуктовый набор от моих друзей, подписчиков. Спасибо огромное, ребята, что вы помогаете. А за судьбой Леночки мы проследим, чтобы было все нормально, чтобы они не отобрали квартиру. И выясним в дальнейшем все ситуации. Я любитель еще переживаю. Там деточки в интернатах. Один, извините, конечно, это. Один в Красноармейске, старшая, бывшего родила. Он меня выгонял из дома беременную. У мамы была, рожала у мамы в Доброполье. Один в Красноармейске увезли. И не решили родительских прав. К чему? К какому? Если я инвалид, я что? Пьяница, алкашка. Я же не пью. Мне какая-то наркоманка или пьяница, чтобы меня детей забирать. Ну, не могу я за ними ухаживать. Ну, у меня же, хоть я с ним не остаюсь, но он же отец их детей. Мне надо сказать, что надо с ним расписываться, чтобы дети вернулись к нему. Ну, да. Я не знаю, как мы теперь. Ну, ничего, сейчас мы эту ситуацию проясним. Мы будем все-таки следить за ней. И в дальнейшем, надеюсь, вам помочь с чем-то. Спасибо.